Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале АРИС программа «Городские подробности» и я, ее ведущий, Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии глава администрации городского округа города Кумертау в Республике Башкортостан Борис Владимирович Беляев. Борис Владимирович, я рад приветствовать вас в нашей студии. Добрый день! Ну, очень приятный повод для нашей встречи. Это, конечно же, присвоение статуса территории, опережающего социально-экономического развития нашему городу. Соответствующий указ был подписан 29 декабря 2016 года. Официально он был опубликован только 4 января, но немножко раньше мы все-таки узнали, в ручном режиме следили за прохождением соответствующего постановления по правительству. Скажите, какие эмоции вы испытали, когда все-таки эта радостная новость пришла вам? Ну, во-первых, эмоции были самые положительные, самые позитивные, потому что мы достигли той цели, которую ставили перед собой полтора года назад. Когда узнали о том, что статус территории, опережающейся социально-экономическое развитие, присваивается и моногородам, помимо городам, которые находятся на Дальнем Востоке. Буквально в ручном режиме мы старались работать над этим постановлением правительства. Мы прошли все, можно сказать, ступени для того, чтобы получить этот статус. Мы обучились в Сколково, наша управительская команда обучилась в Сколково. Мы постарались сделать так, чтобы получить этот статус именно в 2016 году. Перед нами задачу поставил глава республики, Башкортостан, Наштемзакич Хамитов, чтобы две территории республики Башкортостан получили этот статус. Он сам лично руководил всеми нашими действиями. Я лично докладывал Хамитову о том, как идут дела по прохождению той документации в федеральных министерствах и ведомствах по нашему постановлению. И результат, как можно сказать, налицо. Мы 29 декабря 2016 года увидели подписанное постановление правительства Российской Федерации. Об этом мы узнали еще 30 декабря. Так как мы в хороших контактах были с правительством Российской Федерации, нам позвонили буквально вечером 30-го и сказали, что можете открывать шампанское. Ваше постановление подписано. И поздравляем вас с этим замечательным событием. То есть год наш закончился на таком позитиве. И хотелось бы, конечно же, поблагодарить ту команду, которая работала над этим постановлением. Это и мои заместители, и управленческая команда города Кумертау, та, которая обучала в Сколково. И, конечно же, главу Республики Башкортостану Семзакевич Хамитова, Министерство экономической развития Республики Башкортостан, Российской Федерации. Все хотели, чтобы Республика получила этот статус. Можно сказать, два города, которые получили статус территории опережающего развития. И это очень здорово, потому что в Российской Федерации 319 моногородов, и из 319 только 11 получили этот статус. Из них, из 11, два – это в Республике. Практически 20% именно от полученных статусов получила Республика. И Ирина Владимировна Макива сказала, что это очень высокий показатель активности наших горожан и активности Республики на федеральном уровне. Поэтому это здорово. И тот факт, что мы получили статус, дает нам старт, новую ступеньку в развитии нашего города, над тем, чтобы привлечь в город Кумертау крупных инвесторов, для того, чтобы уйти от зависимости от грядано-образующих предприятий. Это Вы сейчас рассказываете, все на одном дыхании, все легко, но на самом деле наверняка и какая-то стена недопонимания, возможно, была на пути движения к получению статуса. Может быть, и у самого руки в какое-то время начинали опускаться. Действительно так было? Ну, действительно было так, потому что очень сложно все-таки проходить эти ступени, эти кабинеты власти федерального уровня, потому что везде сроки, везде регламенты, кто-то заболеет, кто-то в отпуске. И наши документы, в буквальном смысле слова, лежали неделями на столах у чиновников федеральных и просто пролеживались. И от этого, конечно, была какая-то досада, обида, но, тем не менее, мы старались, находили способ, если зависело от высокого руководителя, заместителя министра того или иного ведомства, мы, конечно же, обращались к Существу Закевичу, который включался в дело, который звонил напрямую тому или иному министру, и, ну, на самом деле, двери открывались, и документы проходили ускоренно. Хочу сказать, что мы в кратчайшие сроки прошли именно процедуру согласования нашего постановления в кабинетах власти федеральной. Статус ТОСАР мы получили. Предлагаю сейчас напомнить телезрителям, нашим горожанам, что дает статус территории, опережающего социально-экономического развития нашему городу. Ну, во-первых, статус ТОСАР, территория, опережающая социально-экономическое развитие, это часть территории и субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации в целях именно благоприятствования и осуществления инвестиционной деятельности предпринимателей, в целях улучшения жизнедеятельности горожан, в целях ускорения социально-экономического положения территории. Что он дает? Это уникальная возможность территории перед крупными инвесторами. То есть практически обнуляются все налоги, которые могут платить предприниматели. И более того, самое важное, наверное, в этом статусе, это то, что страховые взносы от фонда оплаты труда от 30% снижаются до 7,5%, практически в 4,5 раза. Это, я повторюсь, уникальный условие для того, чтобы здесь можно строить свой бизнес. Сейчас к нашим телезрителям обращаюсь. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 22699. Если у вас будут вопросы по ходу нашей беседы, пожалуйста, звоните по указанному номеру. Мы постараемся ответить на ваши вопросы. Борис Владимирович, расскажите, наверное, о резидентах, которые, возможно, у нас в ближайшее время появятся в городе на территории опережающего социально-экономического развития. Ну и у нас есть уже якорный резидент. Это, я так понимаю, маслоэкстракционный завод, верно? Да, конечно же. Сегодня один из первых резидентов, который станет резидентом территории, это будет маслоэкстракционный завод. Мы, можно сказать, благодаря ему вошли в фонд развития моногородов, привлекли федеральные средства на строительство инфраструктуры. Наш якорный инвестор получил миллиард рублей инвестиционного займа на 8 лет под 5% годовых. И он первый будет нашим резидентом. Сегодня готовится необходимая заявка для того, чтобы можно было направить ее в город Москва, Министерство экономической и электричественной федерации. Более того, сегодня уже плюс к этому якорному инвестору готовятся еще три заявки на резидента территории опережающего развития. Это общество, соответственно, стройиндустрия. Они планируют у нас приобрести у КумАПП здание кирпичного завода и производить, соответственно, эту же продукцию. Швейное производство. Швейная фабрика «Магеллан» готовится к заявке на резидент территории опережающего социально-экономического развития. И компания «Муромец», которая планирует в городе Кумертау производство сельхозуборочной техники. Вот четыре пока якорных резидента готовы к тому, чтобы стать резидентами и быть инвестиционно привлекательными нашими предпринимателями. Более того, сегодня мы объезжаем близлежащие регионы, районы для того, чтобы рассказывать о преимуществах нашего города Кумертау. Недавно мы были в компании Башкирской содовой компании, встречались с генеральным директором Ангендоком. Ему рассказывали о преимуществах территории опережающего развития, о преимуществах, если он будет резидентом территории. К сожалению, руководители таких крупных компаний не знают, что такое статус тор, что такое резидент и не знают, какие льготы. Сначала было недопонимание, а потом, когда мы ему уже сказали о тех преимуществах нашей территории, на самом деле, в буквальном смысле, руководитель задумался. У него уже есть ряд инвестиционных проектов, которые он хочет реализовать в городе Сталитамак. И теперь я думаю, что все-таки свои мысли он направит в город Кумертау. Более того, мы буквально на днях ездили в село Октябрьское в Оренбургской области, смотрели, как там производят сыр. Надеемся на то, что этот предприниматель тоже придет в Кумертау и будет создавать производство уже на нашей территории. Что для этого нужно? Конкуренция Билибия, Борис Владимирович. Может быть, но там, конечно же, это маленькое производство сыра, но если он создаст порядка 20-30 новых рабочих мест, это самое главное, это мы ставим прерогативу своей работы. Поэтому наша дальнейшая задача сейчас – это уведомить наших потенциальных будущих инвесторов. Буквально более 700 писем коммерческими предложениями мы направили уже крупным предприятиям Российской Федерации. Ну, порядка 10-15 писем уже пришли ответы на наши предложения. Все в раздумьях, и кто-то не планирует расширять свою инвестиционную деятельность, кто-то планирует, кто-то ждет чего-то. Но, тем не менее, письма письмами наша задача непосредственно встреча, поездка к генеральным директорам, к собственникам тех или иных предприятий, учреждений, крупных инвестиционных компаний. Ну, и, конечно же, презентация нашей территории. Я думаю, вот здесь в убеждении самое весомое – это слова Ирины Макивы, и она как раз приводила пример владельца компании «Сигму», который буквально не верил своим глазам, когда одобрили займ в 1 миллиард рублей. И вообще повезло и нам с ним, и ему с нами. Борис Владимирович, ну вот субъекты малого бизнеса, они могут все-таки стать резидентами ТОСР? Стоит пробовать себя? Конечно же, стоит пробовать. Мы специально и хотим, чтобы в первую очередь резидентами ТОСР стали наши предприниматели. Это юридическое лицо, которое может инвестировать в свое производство 5 миллионов рублей и при этом создаст не менее 20 новых рабочих мест. Предприятие должно быть зарегистрировано в городе Кумертау и осуществлять свою деятельность именно на территории города Кумертау. В соответствии с построением правительства Российской Федерации о статусе ТОСР города Кумертау определен 22 вида экономических деятельностей, на которые распространяется вот этот… По кодам УКВЭД, кто может у нас быть резидентом ТОСР? Которые могут стать резидентами ТОСР. Но единственное тоже там минус. Не минус, то есть нельзя работать с градообразующим предприятием. То есть никакого отношения будущий резидент не должен иметь отношения с градообразующим предприятием. Вот это важно по созданию территории опережающего развития, чтобы стать резидентом. Все понятно. Но в 2016 году стоит сказать, что вообще велась активная работа в плане поддержки местных малых предприятий. Порядка 100 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, это и Россия, и Республика, и город, выделялась на поддержку субъектов малого бизнеса. Вот в 2017 году, я знаю, что есть уже попытки определенные сделать такую же работу, как и в 2016. Да, на самом деле вы правы. Мы в 2016 году хорошо поработали и с Госкомитетом по предпринимательству Республики Башкортостан, и с Министерством экономического хозяйства Российской Федерации. Нам из всех уровней бюджета выдали 98 миллионов рублей. В этом году порядка 111 предпринимателей получили эту поддержку, и в результате этой поддержки 230 новых рабочих мест создастся. В этом году мы не менее крупную сумму хотим получить. Мы заявились на 150 миллионов рублей, чтобы Кумертал мог эту сумму привлечь. Но какая это будет сумма, мы должны знать, что по секрету сказали, что это будет сумма не менее той суммы, которая была в 2016 году. И мы надеемся, что это будет очень хорошей поддержкой нашего бизнеса, для того, чтобы они развивались. И с уверенностью смотрели вперед, в будущее, и надеялись на экономическое положение свое, как уверенно. То есть сейчас у нас положительный месседж для тех людей, которые пытались, наверное, в 2016 году, и по тем или иным причинам у них не получилось, с документами где-то были небольшие проблемы. Не стоит опускать руки, в 2017 году программа будет действовать. Да, ну и самое главное, что бизнес поверил о том, что можно получить финансовые средства с муниципалитета, спокойно, просто, главное, правильно, подготовить документы. Никаких тут родственных связей, блатных нет. Любой, кто соответствует требованиям, которые мы предъявляем, любой может получить эти средства. Сейчас предлагаю переключиться к другой теме «Пять шагов». У города завязались хорошие дружеские и деловые отношения с консалдинговым бюро «Стрелка», которое занимается проектированием городского пространства и курирует, помимо этого, еще и реализацию программы «Пять шагов в моногородах». Что стоит ожидать от реализации этой программы у нас в городе? Сегодня действует федеральная программа «Комплексное развитие моногородов». Помимо экономического развития моногородов, мы должны создавать благоприятную городскую среду. Буквально недавно создался сайт, 1 января создался сайт «Моногорода.рф». Там есть прекрасный материал, который презентован уже населением. Если у вас есть, мы можем его посмотреть. И дальше я могу прокомментировать. Хорошо, предлагаю нашим телезрителям действительно сейчас посмотреть ролик, который как раз подготовлен, чтобы реализовать программу «Пять шагов в моногородах». Привет, житель «Моногорода». В России 319 таких городов, как твой, которые строились в индустриальную эпоху. Сегодня около 14 миллионов человек живут в этих городах, некомфортных для жизни. Наверняка у тебя есть вопросы к администрации. И их немало. Но перестать жаловаться и начать что-то менять можно и самому, не выходя из дома. «Пять шагов благоустройства «Моногорода». Это программа, направленная на улучшение городской среды. Ты можешь повлиять на результаты программы, предложив свои идеи по благоустройству города и рассказав о тех изменениях, которые ты ждешь. Итак, ты в пяти шагах от удобного города. Шаг 1. Помоги понять, какое самое оживленное место в твоем городе. Это может быть вокзал, центральная улица или площадь. Напиши, что нужно сделать, чтобы оно стало удобным. Здесь и далее обязательно оставляй координаты места. Шаг 2. А какое место самое популярное среди молодежи? Как его можно улучшить? Шаг 3. Чем ваш город может гордиться в историческом плане? Жители Коломны, например, восстановили старинную технологию производства пастилы. Что-то интересное можно найти в любом городе. Шаг 4. Какой социальный объект хотелось бы создать или обновить? Шаг 5. Какое заброшенное место можно было бы превратить в общественное пространство? Что бы ты предложил сделать? С пятью шагами разобрались. А сейчас поделись идеями по благоустройству своей улицы или двора. Может, остановка находится в неудобном месте? Нет пешеходного перехода или детской площадки? Добавь фотографию. Можно предложить несколько идей. Если ты готов не только придумывать идеи, но и участвовать в преобразовании города, дай нам знать. Сейчас мы собираем мнения и идеи. И очень важно вовлечь как можно больше людей. Расскажи соседям, друзьям и коллегам. Помоги своим родным сыграть эту важную роль в развитии вашего города. Оставить свое мнение и идеи можно на сайте проекта monogoroda.rf. Потрапись. Кто знает, может быть, именно твое предложение станет реальным проектом преобразования городской среды. Сайт monogoroda.rf, как уже мы все поняли из видеоролика. Но, Т.е. Владимир Владимирович, только лишь инициатива горожан может помочь реализовать эту программу. Мы хотим, чтобы была инициатива горожан, потому что многое хорошего могут нам подсказать горожане. Сегодня мы хотим благоустроить парк культуры и отдыха имени Гагарина. Сделать его до неузнаваемости привлекательным и красивым. Чтобы... ...казать для этого... ...всего. Далее мы хотим, чтобы наш парк взлетный, который находится в авиаторах, аллея моногородов, тоже была благоустроена. Там большой земельный участок находится, где мы хотим посадить 319 яблонек. Это символизирует моногорода, 319 моногородов. Установить красивый самолет Су-24, мы уже его приобретем весной этого года. И сделаем красивую, хорошую детскую площадку уже за этим самолетом. Конечно же, мы там благоустроим зону пешеходную, установим светильники, обязательно скамеечки. Такая пешеходная зона будет хорошая. Ну, чтобы там наша территория, вот именно поселок авиаторов, она была задействована в хорошем смысле этого слова. Далее мы уже начали работу над строительством лыжеролевной трассы. Прекрасная трасса, освещенная. Мы ее расширили. Порядка двух с половиной километров трассы это будет. Наша задача закончить лыжеролевную трассу уже к июню 2017 года. Хотим заасфальтировать порядка полтора километра вот этой роллерной трассы, чтобы летом наши горожане могли кататься на роллерах. Это, мне кажется, будет здорово и интересно. Далее мы хотим благоустроить парк Победы за вечным огнем. Мы приобретаем туда военную технику в течение пяти лет. Планируем установить более десяти новой военной техники разных лет и сделать такой музей под открытым небом военной техники. В этом году мы приобретаем систему ГРАД, приобретаем БТР для того, чтобы можно было установить уже в парке Победы эту технику. Более того, за вечным огнем уже было предложение одного из кумертаусов сделать такую зону отдыха, где можно спокойно посидеть на траве. Конечно же, это будет газонная трава хорошая, зеленая, чтобы не вытоптали. Конечно же, освещенная будет территория. И, конечно же, обязательно точка доступа по Wi-Fi. Это самое, мне кажется, важное условие должно быть для тех мест, где отдыхает молодежь. Ну, не только молодежь, но и наше население любого возраста. Для нас это важно. Ну и, конечно же, мы должны будем благоустроить наш городской пруд, чтобы он тоже имел безопасное такое место проведения, где старый, младый могли бы просто проводить хорошо время. Потому что место хорошее, и наша задача там просто благоустроить берега. Мы его почистили, мы туда проявили освещение. Сегодня там нужно провести порядок нашу, вот эту пляжную зону. Ну и, конечно же, там, чтобы были различные виды аттракционов. Конечно же, мы обратимся здесь и к нашим предпринимателям для того, чтобы они нам помогли это осуществить. Небольшой отступ летний. Я, точнее, даже прошу вернуться к теме лыжероллерной трассы. Вот если раньше в выходной день самая оживленная часть города, это, ну, наверное, территория рынка была, считалось, то сейчас это парк наш Ибни Гагарина. Если идти на работу в субботу, то, наверное, здесь можно встретить, ну, как минимум полгорода точно. Ну, дай бог, мы так и хотим, чтобы наши люди могли заниматься здоровым образом жизни. И задача номер один – это создать все для этого условия. Ну, да, и переходим сейчас к теме здравоохранения. Вопрос об уровне заболеваемости в нашем городе. Вы, наверное, как никто, владеете более точными цифрами. Что у нас в городе с ситуацией заболеваемости гриппом и ОРВИ? Ну, пик заболеваемости в городе Кумертау был высокий как раз-то во время новогодних каникул. Сегодня эта заболеваемость падает. И если посмотреть по молодому населению, по детскому возрасту, то мы не превышаем 10-процентный порог. Порядка 585 детишек болеет из 9 тысяч, можно сказать, школьников из детского сада. Это простудные заболевания. Да, простудные заболевания, но были подтверждения гриппа в городе Кумертау. Острые такие вот, и температура высокая, и кашель сильная, и пневмонии. Все это проходит, все это есть в Кумертау, но, к счастью, что это не в таком большом объеме. Но мы сделали вот тот самый безопасный эпид-уровень, привили сколько процентов? Наверное, 40 процентов. Да, 37 процентов мы привили, порядка 23 тысяч, 27 тысяч населения людей мы привили. Это, в принципе, хороший показатель, хороший результат. Я думаю, что именно благодаря этому и у нас не такое же высокое заболевание. Вы в числе 37 процентов? Да, ну, конечно, да, обязательно. Ну, и самая, наверное, тема злободневная на сегодняшний момент, на сегодняшний день, это очистка дорог от снега. С января месяца у нас новая система очистки дорог действует. Вот хотелось бы, чтобы вы вкратце рассказали, кто за что отвечает у нас в городе в плане содержания дорог. Да, действительно, в этом году мы решили по-новому чистить наши дороги. То, если, например, в прошлом году за очистку дорог у нас очищал, а ответственным был МУПДОР, то в этом году мы поделили город на 6 частей. И, соответственно, на 6 миллионов рублей мы выделили больше средств для того, чтобы привлечь сюда и малый и средний бизнес, чтобы они могли тоже привлекать свою технику для того, чтобы дороги были наши чище. Но хочу отметить, что в этом году наши предприниматели справляются со снегом. Конечно же, не так, как хотелось бы, много снега еще. Есть места, где плохо прочищены дороги, но если смотреть аналитику прошлого года, то и жалоб меньше, и дороги получше чистятся. Просто нам нужно теперь настроить эту работу, чтобы те предприниматели, которые впервые начали чистить дороги, они понимали свою ответственность, понимали, что надо выходить и пораньше, в час ночи чистить дороги, и чтобы уже к утру, когда люди выходили на работу, шли либо на машине, либо пешком, что они могли спокойно добраться либо до остановки, либо до своей машины, выехать со двора и добраться до работы. Справедливость ради, нужно сказать, что в этот сезон зима неожиданно рано началась, 30-го, наверное, сентября первый снег такой сильный пошел, и уже лег и больше не таял. Вот предлагаю нашим телезрителям посмотреть репортаж Константина Меркушева, он подготовил материал по очистке дорог от снега. Несколько десятков специализированных машин для уборки и вывоза снега работает на улицах города, в основном в ночное время. Главная задача – сделать движение автотранспорта в городе безопасным и комфортным. Ситуацию с Российской держат под контрольную муниципальные власти. Зима в этом году началась рано. Администрация города подписала контракты с шестью организациями, которые с начала января уже приступили к своей работе. С 1 января действительно мы заключили контракты на выполнение работ по зимнему содержанию дорог. Сейчас контракты подписаны. Со 2 января буквально уже некоторые организации приступили к... Не некоторые, уже вторая часть организации выходила. И там 3-4, то есть праздники по мере потребности, в зависимости от погодных условий, эти предприятия выходили на работу. Одна из таких организаций – МУПДОР. Ежедневно на очистку дорог и улиц выезжают около 20 единиц техники. Техника на улицу города выходит ежедневно. Просто зависит от того, от количества осадков, какая обстановка на дорогах. Сейчас за счет того, что город поделили сторонним организациям, еще по контракту раздали территорию города, нам сейчас намного попроще заниматься, потому что мы сейчас отвечаем за центр города, старый поселок. Ну, в этом году, конечно, намного полегче. Вот когда снегопады идут, тогда уже выходим, например, там в 4-3 ночи и стараемся там часам к 8, чтобы дороги уже были почищены. На помощь предприятию прибыло пополнение. Новая техника – трактор МТЗ-82. Отличительная особенность этой машины в том, что она предназначена для расширения дорог и очистки тротуаров. Но это не единственный плюс техники. В новой технике, что она, меньше поломок, больше производительности. В принципе, и что, можно сказать. Ну, новая она и есть, новая. Здесь она более модифицированная уже, лучше. Подобной технике в городе единицы, поэтому она просто необходима. И уже в ближайшее время трактор выйдет на дороги улицы. Как говорилось ранее, администрация города следит за качеством очистки снега на дорогах. Претензии к некоторым организациям все-таки имеются. Контроль, как я и сказал, ведется через диспетчеры и через отдел городского хозяйства. Но январь закончится, посмотрим, как мы сработаем. Конечно, есть вопросы по качеству очистки улиц, но у нас, как лакмусовая бумажка, это поступление жалоб у диспетчера в администрации. Но праздники мы провели все-таки более-менее нормально. С очисткой мы справились. На данный момент главной задачей по-прежнему остается расширение дорог и очистка тротуаров. Эта задача осложняется тем, что прогноз погоды на этот месяц неутешителен. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В течение дня мы собирали вопросы, Борис Владимирович. Понятное дело, что большинство, подавляющее, это была как раз-таки тема расчистки дорог. Куда можно будет людям, если что, обратиться? Как узнать, кто закреплен за их участком? Допустим, частный сектор, куда может обратиться? Где получить эту информацию? Ну, чтобы быть более конкретным, на нашем сайте официальном необходимая информация вся есть. То есть любой может зайти, посмотреть и позвонить тому или иному оператору, увидеть свою улицу и, соответственно, знать, какая организация ее чистит. Ну, снегопад обещают, что затянется на 2-3 дня. Какие-то, наверное, организационные выводы будут сделаны? Вот месяц прошел по работе по новым условиям. Мы, хочу сказать, мы готовы к снегопадам. Нам просто нужно время, 2-3 дня, чтобы уже расчиститься так, чтобы можно было спокойно есть. Поэтому все службы готовы, техника готова, техника есть, самое важное, механизаторы есть. Остается только работать, работать и работать. Спасибо большое, Борис Владимирович, за то, что уделили время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. В эфире была программа «Городские подробности». Мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. До встречи.